В финал еще одного всероссийского конкурса «Бизнес-успех» вышел фермер из Чувашии. Его программа «От поля до прилавка» представлена в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». С преуспевающим фермером встретилась Анастасия Евгеньева. Ферма, кормовая база, мясоперерабатывающие и убойные цеха. В хозяйстве Решита Санзяпова из деревни Долгий остров Батревского района все свое. Начиная от сырья, заканчивая технологией. Всю технологию выращивания скота и дальнейшую переработку сопровождаем сами. Мы на сегодняшний день не зависим от кого-либо, от внешних факторов. Колбасы, консервы, фарш и манты. Сегодня здесь производят почти 40 видов мясной продукции из говядины и конины. Готовят на специальном оборудовании, но и без ручного труда. Особенно при лепке пельменей не обходятся. Мы лепим ручную. Лепить непросто, но зато вкуснее, чем механические. А в этом цехе готовится деликатес – конская колбаса козы. Здесь она вялиться при температуре 5 градусов в течение 40 дней. Мощность мясоперерабатывающего цеха – 2,5 тонны продукции в день. Решит Санзяпов рассказывает, хозяйству есть куда расти. Ведь сегодня этот цех загружен всего на 50%. Планирует расширять и географию поставок. Есть возможность переработки у нас. Можем производить, но еще чуть-чуть, скажем так, это тормозит рынок сбыта. Над этим работаем усиленно, везем переговоры. Это предприятие социальное значимое для сельского поселения. Это, получается, основа для сельского поселения. Это поступление налогов и новые рабочие места. Есть у хозяйства и своя мини-типография. Здесь ежемесячно, уже в течение 6 лет, печатают бесплатную газету для сельчан. За это время вышло уже 59 номеров. Работа правления, крестьянское фермерное хозяйство. В первую очередь мы освещаем это все наши местные жизненные проблемы. Будь то она строительство, будь то строительство дорог, ремонт дорог, будь то она просвещение, будь то культура. Решит Санзяпов не только преуспевающий фермер, но и меценат. В 2016 году на его средства был возведен мемориал в честь воинов Великой Отечественной войны. А в прошлом году он помог родной школе войти в программу «Инициативное бюджетирование». Теперь в этой школе все новое, от дверей до системы отопления. Его волнуют все вопросы школьной жизни, особенно он помогает в материальном смысле. Там по инициативным бюджетирование 40% инвестор, 60% государство. Вот 40% он в сумме 995 тысяч оплатил. В хозяйстве Санзяпово частый участник не только республиканских, но и российских выставок и конкурсов. Поэтому серьезная конкуренция в финале бизнес-успеха фермера нисколько не пугает. Победителя конкурса объявят в Москве 7 февраля. Анастасия Евгеньева, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.